Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Нашим зрителям мы желаем выглядеть на пенсии, так же, как героиня сериала Форс Мажоры. Это видео мы подготовили, отвечая на вопрос одной из наших подписчиц, которая попросила разъяснить, можно ли в России получать пенсию по ВНЖ, не отказываясь от пенсии на родины. Разрешены ли одновременные пенсионные выплаты в двух разных странах? Давайте разбираться. Для выходцев из многих стран Россия по-прежнему является привлекательной страной для переезда. Непоследнюю роль в этом играет возможность получения пенсии, которая зачастую бывает выше, чем в соседних государствах. Можно ли получать российскую пенсию при наличии ВНЖ? Возможность получения российской пенсии при наличии ВНЖ предусмотрена действующим законодательством. Подробнее об этом расскажете из компании РосКо и Юлия Герасимова. В законе о государственном пенсионном обеспечении сказано, право на пенсию наряду с гражданами страны имеют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России. Постоянно проживающими иностранцами в соответствии с ФЗ о правовом положении иностранных граждан подразумевают владельцев вида на жительство. Если у вас есть ВНЖ в России, вы не только можете проживать здесь, но и пригласить своих иностранных друзей в гости. Как это сделать, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Если ВНЖ нет, то, скорее всего, иностранцу откажут в выплатах или прекратят их. Единственное, при отсутствии ВНЖ могут учитывать наличие статуса беженца. Оформление ВНЖ в России не совсем простая процедура. Она требует значительных затрат времени и финансов. Компания РосКо поможет оформить вид на жительство с лучшим видом. Для получения помощи наших юристов позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн заявку через форум обратной связи. Все контактные данные вы найдете, перейдя по ссылке в описании к этому видео. При каких условиях иностранец может претендовать на российскую пенсию? Для получения пенсии иностранцу нужно постоянно проживать на территории нашей страны. И достичь определенного возраста. 61,5 для мужчин и 56,5 лет для женщин. Большое значение имеет и то, из какой страны приехал иностранец. Самые выгодные условия еще недавно действовали для выходцев из 9 стран. Армения, Белоруссия, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. Дело в том, что еще в 1992 году Россия подписала с правительствами перечисленных стран соглашение о гарантиях прав граждан участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Получать пенсию иностранцы могли по месту жительства. При этом в родной стране аналогичные выплаты на это время прекращались. То есть получить двойную пенсию по указанному соглашению не разрешалось. Однако с 1 января этого года Россия вышла из числа участников соглашения. И в настоящее время оно продолжает действовать только для тех, кому успели назначить по нему пенсию до указанной даты. А знаете ли вы, что такое демографический сдвиг? Просветит нас в этом вопросе. Специалист по связям с общественностью компания «Роская Ксения» снова. В 1998 году произошло историческое событие. Число пенсионеров в развитых странах стало больше, чем число детей. Это явление и называется демографическим сдвигом, который свидетельствует о том, что общество стареет. К 2050 году ожидается, что такое соотношение ждет безземной шар. Какие правила должны соблюдать иностранцы для того, чтобы получить пенсию в РФ? Для девяти вышеперечисленных стран сейчас действуют такие правила. Наработанный стаж суммируется, и каждое из государств должно заплатить свою часть пенсии пропорционально отработанному в ней времени. Что касается Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, с ними заключено новое многостороннее соглашение. С Молдавией и Узбекистаном переговоры пока продолжаются, но очевидно, что и с ними договоренности будут достигнуты на схожих условиях. В большинстве случаев граждане этих стран могут рассчитывать на пенсию за конкретные трудовые периоды в пропорциональном соотношении. Иными словами, за годы работы в России иностранцы получают российские выплаты, а за годы работы в других странах – выплаты этих стран. Таким образом, иностранец никак не сможет одновременно получать пенсию у себя на родине и в стране проживания. Как вы считаете, справедливо ли это? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. На практике бывают ситуации, когда людям удается обмануть систему и получать двойные пенсии в родной стране и новом государстве, где они живут. Однако обман рано или поздно будет раскрыт. После этого пенсионные органы одной из стран потребуют возврата всех незаконно полученных денег. А если двойная жизнь пенсионера длилась не один год, сумма иска к нему будет очень приличной. С вами была Алена Талаш. Остались вопросы? Смело задавайте их нашим специалистам. Все контактные данные вы найдете по ссылке в описании. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова